Ух ты! Ух ты! Класс! Привет! С вами снова Аня и Чихуахуа Софи. И сегодня у нас будет очень классное и необычное видео. Тест драйв! На днях компания Redmond предложила нам Софи опробовать свои умные товары. И мы решили, что вам уж точно будет интересно посмотреть, как эти умные штуки могут облегчить жизнь не только владельцу собаки, но и тем, у кого собаки нет. Ну что ж, поехали! Ух, мам, сколько всего тут у нас. А коробочка ничего так. Можно домик из нее сделать. Ага. А до того, как мы расскажем вам о товарах, мы бы хотели, чтобы вы тоже приняли участие в нашем тест драйве. Поэтому посмотрите роли до конца, а потом в комментариях ниже напишите, какую из этих умных штук вы считаете самой необходимой для жизни. На наш тест драйв нам дали 4 продукта. Умный трекер, умную мультиварку, умную розетку и умные весы Redmond. Ну что ж, давайте распакуем коробочки. Я прочитала простую инструкцию, установила приложение Ready for Sky для управления через смартфон, добавила в него товары и теперь можно этим пользоваться. Главное, все быстро, легко и доступно. Что дает нам эта маленькая штучка, похожая на брелок под названием умный трекер? Вот что показывает нам Redmond. Умный трекер можно прикрепить к абсолютно любой вещи, чтобы она не потерялась или ее не украли. Можно узнать расположение предмета и его передвижение. Например, вы потеряли ключи, документы, забыли телефон в кафе, оставили где-то сумку. Все можно найти. И как же это может пригодиться нам Софии? Так, сейчас мы к Софии прикрепим наш умный трекер и отпустим ее гулять. Посмотрим, что будет происходить на нашем смартфоне. Ага, да, давай, мам. Смотри, София. Умный трекер сейчас на Софии показывает нам ее позицию, то есть где мы находимся. Если вы гуляете с собакой, у нее на ошейнике есть такой трекер, и она убежит дальше, чем на 30 метров, вам на смартфон придет громкое оповещение. Также вы можете наблюдать все передвижение вашей собаки. Вот телефон уведомляет меня о том, что происходит передвижение. Я вижу, что София идет. Каждый раз, когда София передвигается, телефон издает звук и пишет, что устройство пришло в движение. Кофейки ко мне. Таким образом, мы точно знаем, что не потеряем свою собаку, так как телефон нам расскажет об этом, а также о ее передвижениях. Кроме того, трекер умеет напоминать о событиях, определять температуру воздуха и даже фотографироваться, а также много других полезных дополнительных функций. Так, Эмин, сейчас позируем. Я замер. Я сейчас буду нажимать кнопку для фотки. Ладно. Ну давай. Ать. Отличненько. А для чего же могут нам пригодиться умные весы для подсчета калорий? Если говорить обо мне как о владельце собаки, я придумала им применение. Каждой собаке нужно определенное количество калорий, в зависимости от возраста, веса, породы и так далее. А как раз вот здесь мне и пригодились весы. То есть, вместо того, чтобы смотреть таблицы калорийности в интернете или постоянно что-то записывать на бумажку, теперь можно просто положить продукт на весы и уже знать калорийность. Поэтому теперь я точно знаю, сколько мяса и овощей нужно положить для Эвины и Софи. Ну что ж, у нас все готово для того, чтобы протестить наши умные весы Redmond. У меня есть уже приложение. Есть сами весы, они уже включены. И овощи, которые я буду готовить для Эвины и Софи. Это натуральное питание. Рецепт из мяса индейки, кабачков, немного моркови, сладкий перец. Поехали! Кабачки вареные, жареные, запеченные, свежие и тушеные. У нас кабачок свежий, поэтому мы берем кабачки свежие. Наше приложение опять показывает такой же вес, как на весах. И оно показывает, что 217 килокалорий, 5 грамм белков, 3 грамма жиров и 43 грамма углеводов. Индейка, филе, жареная, запеченная, у нас она свежая. 1133 килокалории, 170 грамм белков, 50 жиров и углеводов 1 грамм. Общее количество белков 184, жиров 52, углеводов 81 и это 1529 килокалорий. И, конечно же, для людей, кто придерживается диеты с подсчетом калорий, эта вещь станет просто постоянным спутником жизни. Ведь больше ничего не нужно, только весы и приложения. Эйвен, давай, я же стою. Включай приложение. Эээ, это же весы для подсчета калорий, Софи. Ну, я и хочу посчитать калории. Ну, давай, я стою. Эээ, а зачем тебе знать, сколько в тебе калорий? Эйвен, ты ничего не понимаешь. Включай давай. Ладно. Так, так, так. Он говорит, что продукта собак конец списки, Софи. Хм, правда. Может быть, попробовать ввести туда чай хуахуа? Как ты, как ты думаешь? Эээ, я не думаю, что это поможет Софи. Ну, ладно. Теперь, когда мы знаем объем и калорийность наших продуктов, мы можем приступать к готовке. Мультиварка Редмонд. На самом деле, как только я перевела Софи и Эйвена натуральное питание, я сразу задумалась, что же им готовить и каким образом. И вот тут мультиварка может стать реально незаменимым помощником на кухне для тех, кто любит своих питомцев и готовит для них натуральную пищу. И теперь я буду готовить еду для Эйвена и Софи. Так как это натуральное питание для собак, мы кладем все возможные овощи, которые разрешены. Все это мы кладем все вместе в мультиварку. Вообще, мясо готовится намного дольше, чем кабачки, но если бы мы готовили для себя, мы бы сначала предварительно его обжарили. Но так как это блюдо для собак, мясо не обязательно доводить до готовности, поэтому будем ориентироваться на овощи. Мы, конечно же, пользуемся приложением. Я выбираю тушение. Температуру можно поменять, но я оставляю 100 градусов. Можно выбрать овощи, рыба или мясо. Я выбираю овощи. В дополнительных функциях мы можем включить автоподогрев, чтобы блюдо оставалось теплым. А также можем включить отложенный старт, то есть настроить время, к которому ваше блюдо будет готово. Но мы выбираем сейчас, ну, например, 18 минут, закрываем мультиварку и нажимаем старт. Теперь осталось только ждать. Умная мультиварка Redmond управляется на расстоянии со смартфона. Только представьте, вы идете на прогулку или на шопинг, а за полчаса до возвращения включаете готовку. И когда приходите домой, вас уже ждет вкусный ужин. И у нас все готово! Во время готовки я добавила зелень. Вот такая вкуснятина получилась. Уверена, что Эйвену и Софии это понравится. Ух ты, что это? Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Очень вкусное мясо. Эйвен, ешь как настоящий мужик, даже жрешь. Я и есть настоящий мужик. А для этого так, обязательно так глаза выпучивать? И не выпучивать. Ага, ты очень аккуратно ешь. На вид обычная розетка, но что же в ней необычного? Сейчас вы увидите сами. Умная розетка Redmond позволит управлять со смартфона включением и выключением любой электроники. Смарт-розетка избавит от страха забыть включенный утюг. Уже по пути на работу со смартфона через интернет можно отключить розетку, а вместе с ней выключится и утюг. Кроме того, можно даже выставить время включения и выключения предмета или использовать для этого таймер. Нажимаем на экране, нам показано, что розетка сейчас выключена. Включаем и нам показано, что розетка включена. Ну что, давай попробуем розеточку. Ну давай. Волшебство? Выключить? Волшебная штука. Ого. Давай еще раз. Давай. Включить. Все для тебя рассветный. Выключить? Включить. И на любимый. Выключить? Включить. Выключить. 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 Софи может хватит уже? Ладно. Ключить. А с вами тестили товары Чуфуа, Эйвен и Софи и их Догмама Аня в специальной рубрике Догмам. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Это очень просто. Кликайте собачку внизу экрана. Ставьте лайк. И обязательно пишите в комментариях, какой из этих товаров вы считаете самым полезным для себя. И будет вам счастье. Пока-пока. Я бы купил все, конечно, но на розетку установил блокировку для Софи. Это почему это, Эйвен, ты бы установил блокировку, а? Я не понимаю. Иначе ты просто сведешь с ума всех соседей музыку. Чего это? Почему? Зато я умею пользоваться всем. Кроме весов. Ты себя на них взвешивала. Мне просто было интересно. Да ну тебя, Эйвен, а ты ешь как поросенок. Неправда. Эйвен, эйвен, эйвен.